Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Организовать опорный пункт, обязать перевозчиков оборудовать стоянку и наладить транспортное сообщение, вывести мусор. Как минимум 10 задач губернатор Севастополя Сергей Миняйло поставил своим подопечным во время встречи с жителями Максимовой дачи. На что жаловались горожане главе города и кто будет выполнять поручения. Подробности далее. Как же здесь чисто. Под этой табличкой словно в издевательство огромная свалка. Захламлен и спуск, и вход в парк. По иронии, напротив всей этой антисанитарии пустые мусорные контейнеры. Забетонируйтесь. Я думаю, здесь проблем нет. Площадку нормальную сделайте. Скажите мне, кто это бросает? Это не жители Максимовой дачи. Мы никогда сюда не выносят. Уже утром привезли все. Но это просто какой-то ужас. Мы когда-то записывали номера. Ну бесполезно. Поставьте табличку. Штраф. Сто тысяч как-то не будет. Потому что мы, Сергей Иванович, как общественники, готовы выставить пост. Мы сфотографируем те машины, которые выбрасывают. Главное, чтобы было... Все, давайте, дальше будет реакция. Мусор – это далеко не единственная и совсем не главная проблема Максимки. Одна из бед местных жителей – транспортная доступность. Например, для того, чтобы дойти до остановки, особенно вечером, необходимо преодолеть настоящую полосу препятствий. Пройти через неосвещаемый тоннель, в котором заседают асоциальные элементы. Альтернатива – 12-й маршрут. На его конечной остановке – жуткая антисанитария, жалуются жители на перевозчика. Если тоннели светить надо, мы светим тоннель. Если дополнительный транспорт пустить надо, ваше предложение, как пустить дополнительный транспорт. Хорошо. Понятно, да? Мы с предложением. Если у людей есть предложение, давайте выслушать. После 9 вечера за 50 рублей. И сделаем. Транспорта здесь останавливается очень много. Получилось, что наша остановка конечная. И она между домов. Раньше на Лукомском, у них, они были за территорией поселков. Извините, туалет – это вот здесь, она с автобуса становится, и все твои дела. Вообще, все, наша округа вся, конечно, в этом. Нету места стоянки. Они становятся и на площади, особенно, когда дождь все заливает, грязь везде. Им негде встать просто. Давайте так, биотуалет поставьте. Вопрос в том, что эта территория должна быть ограждена, и этот биотуалет надо охранять. Нет, подождите, подождите. Вопросом нет, приобрести туалет. Вот приобретите и поставьте. Приобретите и поставьте. Дальше остановку в порядок приведите. Закрепим, и будем спрашивать за содержание. Сухостой спилить, участкового найти. Губернаторские поручения сыпятся на замов по мере того, как жители озвучивают очередную проблему. Оказалось, что здесь никто не знает, как выглядит полицейский. Один звонок, и за 15 минут на Максимовой даче появляется заместитель начальника полиции и главный участковый. Сразу же на месте решается вопрос охраны порядка. Для начала будет создан опорный пункт добровольной народной дружины. И все же проблема номер раз – это газ, точнее его отсутствие. Максимова дача попала в программу газификации города. Пока же жители жалуются на отмененную дотацию при оплате электроэнергии. Губернатор поручил рассмотреть вопрос скидок при оплате электричества. Хотелось бы сказать вам большое спасибо от лица общественной организации Максимова дача. Мы на протяжении полутора года пишем, как мы находимся в российском правовом поле. Ну, площадку нам сделают, да? Написали вот такую вот стопку. Спасибо! До 20 августа все учебные заведения города должны быть готовы к приему учеников. В них сейчас ведутся ремонтные работы. Губернатор Севастополя Сергей Миняйлов в субботу проинспектировал 47-ю школу в селе Орлином. Сельская зона ввиду удаленности зачастую выпадает из пристального внимания властей. Сегодня это упущение было исправлено. В настоящее время здесь, наряду с подготовкой классов, ведется капитальный ремонт спортивного зала, чтобы не только школьники, но и все ребята в свободное время могли заниматься физкультурой. Ход подготовки к первому сентября идет. Вы видите, незавершенные работы. Подрядчик, пространенные жесткие условия, 25-е число и все. Вот так же, кинекатом, должностным лицам другим. Дальше вопрос стал по классу специализированному с татарским языком. В этих вопросах надо поступать взвешенно. Поэтому факультативно сейчас идут занятия у них, где будут идти. Директор школы порекомендовано это вынести на общественный совет родителей. Сейчас будут все школы проверены. Соответствующие выводы будут сделаны по готовности или неготовности. Начиная как департамент образования, заканчивая директорами школы. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло поставил руководителю департамента образования задание подготовить первоклассникам подарки к началу нового учебного года. Итальянский оперный певец Мауро Трамбетто в воскресенье даст концерт в Севастополе. Аккомпанировать маэстро будет Государственный симфонический оркестр Республики Крым. В субботу губернатор Севастополя Сергей Миняйло на встрече с Мауро Трамбетто поддержал идею организовать в городе международный фестиваль классической музыки. Я знаю, что вы в Севастополе не первый раз. То, что вы сегодня находитесь здесь, это, наверное, тоже событие. На сегодняшний момент Севастополь является, кроме того, что в составе России, Кроме того, что это легендарный город, это еще и культурный центр, который впоследствии будет культурным центром на всю Россию, не только на всю Россию. Я тоже пытаюсь нести свой вклад. Где я только не бываю, я всегда рассказываю, что Крым и Севастополь – это Россия. Например, находясь в Монте-Карло, я всем об этом рассказал. Город принял пятый этап соревнований по силовому экстриму Strongman Open Challenge. Участвовали шесть богатырей из Николаева, Мелитополя, Запорожья, Киева и Севастополя. Спортсменам предстояло выполнить переворот 350-килограммовых покрышек и бросить через перекладину каменные шары весом более центнера каждый. Насколько успешно им это удалось, знает Святослав Данилов. В Strongman Open Challenge – те же дисциплины, что и на соревнованиях мирового или европейского уровня. Но проводится турнир исключительно для спортсменов с постсоветского пространства, отмечают организаторы. Идея создания первенства появилась в конце прошлого года, а уже в 2015-м удалось провести четыре этапа в разных городах Украины и России. В Севастополе Селочи во второй раз. Впервые были в апреле. Мы собрались все вместе, то есть Вадим Палер из Севастополя, из Коломы Ивано-Франковской области Владимир Пиндус, белорусские наши коллеги, киевские коллеги, ряд организаторов всей Украины, Севастополя, Москва, Минск. И мы обсудили именно эту идею, я им предложил. Все дружно поддержали, потому что очень важно для спортсменов, в первую очередь, это соревновательная практика на протяжении всего года. А наш чемпионат обеспечивает ею всех. В Севастополе участники соревнований уже называют столицей силового экстрима в Крыму. В планах выйти на международный уровень. Лично я уже в Севастополе выступаю седьмой или восьмой раз. Я с 2011 года каждый год несколько раз приезжаю в Севастополь выступать. Именно здесь, на набережной, уже в седьмой раз. Один раз мы были в музее военно-морского флота. Прекрасные места, шикарные картинки, то есть панорама вообще отличная. Среди участников соревнований победители и призеры международных турниров и медалисты чемпионата мира. Севастополь представляет мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Палер. Strongman Open Challenge для спортсмена подготовка к командному старту, который проведут в Севастополе в сентябре. Уже семь команд заявилось, причем все эти команды сборные, то есть это лучшие из лучших, это федерации стран подают. Ориентировочно будет Грузия, Украина, Россия, Беларусь и Севастополь, Москва отдельно еще будет. На этих соревнованиях богатырям предстояло преодолеть пять испытаний. Первое из них – так называемая прогулка фермера. В руках у атлетов два снаряда общим весом 125 или 140 килограммов, исходя из физических возможностей каждого. На скорости предстояло пройти 20 метров. Лимит времени – 45 секунд. Победу в этой дисциплине одержал киевлянин Денис Дубровский. Он также лидер общего зачета состязаний после четырех этапов. Следующее испытание – эстафета. В течение 25 секунд богатырям нужно было дважды поднять ось Аполлона весом чуть более центнера, трижды перевернуть огромную 350-килограммовую покрышку и еще дважды поднять бревно. Еще одно упражнение – становая тяга. Для его выполнения нужно было приподнять снаряд весом 280 или 325 килограммов. Также в программе соревнований – жим стоя и броски каменных шаров через перекладину. На севастопольском этапе силовых игр победу одержал Михаил Павер. Второе место – у Дениса Дубровского. Третий – Валерий Газаев. Впереди у силачей шестой и седьмой этапы. А суперфинал «Стронгмен Оупен Челлендж» запланирован на октябрь. Пройдут игры силачей в Полтаве. Святослав Данилов, Вадимир Милянский, Дельвер Меджитов, информационный канал «Севастополя». Севастополь принимает всероссийский турнир по американскому футболу «Кубок Черного моря». Наш город представляет команда Севастопольского государственного университета «Дельфины». Их соперники – два коллектива с материка – волжские коршуны из Волгограда и краснодарские бизоны. Встречи проходят в укороченном формате. Вместо четырех четвертей по 15 минут играют две. В первой игре хозяева поля победили краснодарских бизонов со счетом 3-0. Турнир продлится два дня. Соперники проведут игры по круговой системе, а затем две лучшие команды встретятся в финале. Капитан команды, наш студент, цыганок Денис, тренер Игорь Протских. И принимают участие, так как это открытый турнир не только жители города Севастополя и студенты Севастопольского государственного университета, но и переехали ребята представлять с разных городов. То есть Ярославля и с разных городов России. Это первый турнир такой всероссийский, но он станет традиционным и мы будем проводить его каждый год. И к этому часу это все новости. До встречи в эфире.